Ах, да, чудесный денёк сегодня. Ах, погода просто супер. Так, постелечку заправим. А ну стоять! Вы попались, идите за мной. И не смейте никуда двигаться. Рита, если ты что-то попытаешься сделать, пострадает Арина. Арина, если ты попытаешься что-то сделать, пострадает Рита. Так что вы в ответе друг за друга. Рита телефон не теряла. Я у неё его отобрал. У тебя есть три дня. Всего три дня, чтобы найти миллион робоксов. Что же нам тут делать? Как же ты хочешь на выбросах папе? Я хочу к папе. Ариша, Ариша, ну успокойся. Слезами горю не поможешь. А что нам делать? Как нам быть? Ариша, ну давай подумаем какой-нибудь план. Хи-хи, какой план? Ну например, как отсюда сбежать. Или как обмануть охранника. Хи-хи-хи. Да? Ну давай, давай придумаем. А у меня для тебя челлендж. Если ты хочешь продолжение сериала, если ты хочешь новые серии, то подпишись на канал за 5 секунд. Если ты уже подписан, то просто жди новые выпуски. Один, два, три, четыре, пять. Успел подписаться на канал? Всё, ты самый лучший. Так, так, что бы придумать? Что бы придумать? Что нам сделать? Ариша, не суетись. Успокойся. Смотри, когда же придёт охранник, ты скажешь, что у тебя болит живот. Будешь сидеть в уголке и постановать. Ой, хорошо, давай. А я тем временем сзади него выбегу и закрою клетку. И попробую найти телефон. А я что, с ним в клетке буду? Ну, недолго. Я телефон найду и сразу вернусь. Ха-ха-ха-ха. Вы что, думали, что я за вами не наблюдаю? Барагос всегда наблюдает за своими пленниками. Так что можете ныть дальше. Ничего у вас не выйдет. Будете сидеть. Никого вам не удастся обмануть и сбежать из тюрьмы. Надо ждать выкупа, когда вас выкупит ваш папа. Ха-ха-ха. Рита, что делать? Я не могу. Мне здесь плохо. Да, жаль, что план провалился. Я не знала, что за нами наблюдают. Дэн, Дэн, иди сюда. Да? Да, иду, иду, иду. Что? Что такое? Что происходит? Что случилось? Ты представляешь? Эти девочки решили устроить план побега. Они хотели нас заманить, как будто у кого-то болит живот. Обмануть, выскочить и позвонить папе, сказать, где они. Но хорошо, что мы установили камеры и все. Видим, наблюдаем за ними. Ну да, да, это отличная была идея установить камеры. А что у нас дальше? Сейчас у нас будет тайное совещание. Пошли с тобой в тайную комнату. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Так, ну и с девочками мы разобрались. Понятно, ничего у них не выглядит. Однако опасность есть и с другой стороны. Какая опасность? В чем? В чем она заключается? Дело в том, что отец и их папа может обратиться в полицию. Хоть мы ему и сказали не обращаться, иначе девочкам будет плохо. Но ведь он может обратиться. И тогда... И тогда план может наш нарушиться. Поэтому... Да, я внимательно слушаю. Поэтому ты пойдешь следить за папой, а я подключу свои связи в полиции. У меня там есть один знакомый, которому я платил деньги, когда был в тюрьме, чтобы он мне доставлял всякие запретные вещи из обычной жизни. Так вот, он мне должен. И он мне скажет в полиции, звонил им папа или нет. И после этого мы будем действовать. Значит, расходимся. Ты идешь следить за их папой, а я иду в полицейский участок. Ну, хорошо. Надо так надо. Пойду. Ну все, пойду, пойду. Ёлки-палки, зачем я ввязался в это дело? А если меня поймают? Если меня поймают и посадят в тюрьму из-за каких-то денег, а? Детей похитил. Ужас какой. Я даже не знаю. Может отказаться? Может позвонить в полицию и сдаться? Нет. Меня тогда точно посадят. Может девочек выпустить? Ну, они мое лицо видели. Что же делать? Может, может избавиться от девочек? Нет девочек, нет свидетелей. А, нет, я не могу пойти на такое преступление. Что же делать? Что же делать? Ладно, надо пока выполнить задание барагоза и следить за девочками. После того, как папа узнал, что его дочек похитили, он вернулся домой. Он не находил себе места. Пытался что-то сделать. Сначала посидел на диване и включил телевизор. По телевизору шла какая-то муть. В принципе, как и всегда идет по телевизору. Он сидел задумавшись и не видел то, что происходило на экране. Потому что он думал, как же ему грустно, что дочек его похитили. Надо было найти какое-то решение. Потому что столько миллионов робуксов у него просто не было. Даже если бы он продал свой дом. Даже если бы он продал свою пиццерию со всеми сотрудниками и всем, что в ней есть. Даже и в этом бы случае, папе дочек не хватило бы денег, чтобы выручить своих дочек. Тогда он пошел ходить по дому по кругу. Он думал, может быть придет какая-нибудь мысль и он сможет понять, что же ему делать. Если раньше, когда он выглядывал в окно, его радовало солнце, его радовала отличная погода. То сейчас, смотря в окно, его ничего не радовало. Ему очень хотелось найти решение. Как же спасти дочек? Он сел в кухню и начал размышлять. А что если обратиться в полицию? Тогда эти похитители сказали, что дочкам не сдобровать. И этот вариант отпадал. А что если обратиться в специальные структуры? Например, в какую-нибудь прокуратуру или ФБР? Хотя нет, ФБРа у них в мире нет. Может быть каким-то известным роблоксером или еще кому-нибудь. И тогда они помогут найти сначала этих бандитов, а потом выручить дочек Риту и Арифу. Видимо, никакие полезные мысли на кухне не пришли. И поэтому папа-дочек пошел в какую-то другую комнату, например, в спальню. Попытался прилечь и уснуть. Но почему-то лечь не смог. Мысли так и копошились в голове. Что же делать? Что же делать? Как их спасти? Так, и тут пришла небольшая идея. Ведь у него есть знакомые, с которым... Они когда-то были очень знакомы, очень давно. Да-да-да. Они вместе проходили какие-то приключения. У них были какие-то интересы вместе, когда они были маленькими детьми. И этот друг сейчас вырос и стал известным сыщиком, известным полицейским. Ну, кому-то известным, а кому-то он был неизвестен. Да, давайте, ребята, в следующей серии мы узнаем, что же это за полицейский друг папы-дочек. Где он сейчас служит и что с ним происходит. И сможет ли он помочь папе найти его дочек. Ведь папа не будет ему звонить. Потому что преступники сказали не звонить в полицию. Он поедет к нему домой, и они вместе решат, что же им делать. Так что, друзья, не пропускайте следующую серию. Обязательно посмотрите, что же произойдет. Узнайте про полицейского, про которого вспомнил папа-дочек. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. И если вы не видели предыдущую серию, обязательно их посмотрите. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»